МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите проект Play Fashion с вами Инна Гузенко. Перед новогодними праздниками всегда возникает очень много вопросов. Где, с кем, как встретить самый яркий день в году, что надеть и как выглядеть, чтобы соответствовать тенденциям, которые диктует нам Новый год по китайскому календарю. 2013 год – это год мудрой змеи. Он несет много неожиданностей и перемен. Поэтому нужно быть осторожным, осмотрительным и заранее все планировать. Так давайте вместе спланируем подготовку к Новому году. И для начала мы отправимся в салон красоты, где парикмахер-технолог-стилист Алена Альшеир даст нам очень интересные советы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В новогоднюю ночь, безусловно, все женщины хотят выглядеть ослепительно. Я хотела бы дать вам несколько советов, как это сделать для вас легко, удобно, чтобы вы с удовольствием перед праздничной ночью достаточно свежие, красивые, с удовольствием отправились в рестораны, ночные клубы. Или же вы планируете встречать Новый год в кругу семьи, с друзьями. Может быть, это романтический вечер вдвоем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хотела бы посоветовать несколько моментов, на которые нужно обратить внимание до Нового года. Если вы планируете иметь ухоженную кожу лица, то обязательно запишитесь к косметологу. И сходите, конечно. Но сделайте это заранее, как минимум за 10 дней. Договоритесь со своим мастером-прикмахером. Если вы планируете сменить имидж кардинально, например, с длинных волос, хотелось бы вам получить короткую стрижку, или же завить волосы, нарастить волосы, изменить кардинально длину, планируйте вот такой вот поход к своему мастеру-стилисту хотя бы за неделю, за пять дней, до новогодней ночи. Потому как, опять же, вы можете представлять себе один момент, когда уже произведение искусства, которое вы сотворили вместе с вашим мастером, будет на лицо, то есть, чтобы у вас не было никаких неприятностей. Наоборот, все хорошо и празднично прошло. Если вы планируете наращивать ногти или менять их форму, то, опять же, сделайте это заранее. Потому что 31 декабря уже день, когда можно сделать укладку, причесаться, сделать торжественную прическу, если вы будете посещать ресторан в новогоднюю ночь, или же просто перекрыть ногти. Можно сделать визаж. В этом году очень много изменений относительно внешности в новогоднюю ночь. Впервые я бы сказала, что в моде гладкие-гладкие прически и высокие конские хвосты. А год змеи не говорит о том, что все женщины должны перекраситься в брюнеток и вытянуть их. Нет, конечно, вы можете остаться в своем цвете. Но используйте для новогодней ночи те прически, которые помогут встретить вам год змеи. Это такие прически, я уже говорила, конский высокий хвост, гладкие волосы, всевозможные пучки и гульки на затылке. Это накрученные волосы в форме волны, которая будет изображать движение змеи. Что касается макияжа, макияж достаточно яркий и акценты на глаза. Особенно если встреча нового года планируется в ночном клубе, макияж, соответственно, должен быть и более ярким. Тени яркие, ярко-зеленый, ярко-синий. Обязательно сочетание черного и желтого. Так как в этом году планируется и в одежде использовать и черный, и желтый цвет, но для ночных клубов и ресторанов, конечно, вы можете использовать и оттенки зеленого и синего цвета. Касательно губ, губы могут краситься в нейтральный цвет, натуральный. Это могут быть блески невыразительными, весь акцент на глаза. Относительно маникюра встречаем год змеисты достаточно аккуратными, короткими ногтями. Желательно покрасить их в один цвет. Цвет лака предпочтительно нейтральный. Это могут быть темные оттенки, могут быть натуральные оттенки. Достаточно классические, аккуратные, ухоженные ногти. Такая вот модная тенденция новогодней ночи для 2013 года. Возвращаясь к тенденциям сегодняшнего дня, должна отметить, что в моде короткие стрижки, асимметричные проборы, очень много асимметричных стрижек, достаточно коротких. Длинные волосы, безусловно, остаются в тренде. И уже те локоны, которые мы привыкли с вами видеть последние 2-3 года, превращаются в мягкие волны, достаточно легкие. Относительно пробора и для длинных волос тоже будет предпочтительно, если это будет асимметрия. Для представителей сильного пола, для мужчин, в тенденциях стиль 70-х. Проборы, также асимметричные, достаточно большие валики. Это может быть что-то сродни Элвису Пресли. До сих пор это в тренде. И будет продолжаться, наверное, всю зиму. И предпочтительнее всего, чтобы мужчины использовали укладочные средства, потому как такие укладки достаточно сложно будет носить зимой. Приглашаем вас в салон Мастер Сейшн, где вы получите большой спектр услуг по уходу за волосами, ногтями, по уходу за кожей лица. Также мы работаем вместе со школой парикмахерского искусства. Приглашаем вас к себе в гости. Вопрос, в чем встретить Новый год, наверное, более сложный. И не только для женщин. Сейчас мы направимся на фестиваль «Модный лук», где показали свои новые коллекции наши одесские дизайнеры. Один из них, Руслан Хвастов, работает в направлении женской моды. Я считаю, что его новая коллекция очень соответствует году змеи. И также дизайнер Андре расскажет и посоветует мужчинам, что будет актуально в новогоднюю ночь. В пределах Нового года хотелось дать несколько рекомендаций нашей сильной половине человечества. Что носить, как одевать и что будет актуально в этом сезоне. Они не будут лишними даже у мужчин в этом году натуральный механ. Советую мужчинам не пренебрегательными, а в полной мере действовать и носить, потому что это всегда комфортно, уютно. Ну и, естественно, респектабельный вид придает человеку. Подобрать то, что им надо в данном случае. Если они уезжают отдыхать, то можно предложить им какие-то спортивные варианты, удобные для комфортного отдыха. Субтитры сделал DimaTorzok Если они идут в клуб, то это можно сделать какой-то вызов обществу и одеть какой-то очень вызывающий, допустим. Наступающий год змеи. Всевозможны окраски змеиных тонов, цветов. Как женщинам, так и мужчинам в этом плане тоже можно подумать об этом. Ты у нас путешественник. Скажи все-таки, что тебя вдохновило на создание вот такой вот коллекции? Вдохновило, наверное, все-таки Арабские Эмираты. Я очень люблю арабские страны, я люблю эту атмосферу, то есть настроение. Ну как-то вот все там, оно какое-то живое, оно другое, оно не наше. Мне это очень нравится. Мне хочется максимально показать женщину красивой, то есть абсолютно разной. Пусть где-то будет она более консервативная, пусть где-то она будет более откровенная, но она должна быть абсолютно разной. И мне кажется, что эта коллекция для разных женщин, для красивых женщин, точнее для тех, кто хочет быть красивым в новом 2013 году. Я терпеть не могу тенденции. Я ненавижу, когда говорят, что в этом году модно только короткая юбка или там наоборот мини, макси и так далее. То есть мне все равно, что в этом году модно. Я считаю, что вещь должна украшать человека, а не его уродовать, подчеркивать его достоинство и скрывать недостатки. Вот и все. Так же, как и по цвету, то есть блондинке пойдет зеленый, голубой, который обыграет ее глаза, то есть цвет волос и так далее. То есть этим нужно пользоваться. Моя последняя коллекция, она соответствует году змеи, цветовой гамме, шелке, материале, фактуре. То есть это яркое, радужное, красивое и неожиданное сочетание цвета. Надеюсь, что змея будет очень добра нам в 2013 году. После того, как мы подготовили наш визуальный облик встречи Нового года, возникают следующие вопросы. С кем и где встретить этот праздник? Как должен быть оформлен стол? Что должно быть на столе? Какие блюда и напитки будут самыми актуальными в новогоднюю ночь? И на эти вопросы ответят также специалисты. Для этого мы отправляемся в ресторан «Севилья». Сам Новый год в Испании – праздник общественный. В канун Нового года люди собираются на огромной площади у большой елки для поедания винограда. В Испании существует традиция съесть 12 виноградинок под бой курантов. Каждая виноградинка символизирует предыдущий месяц года. Кто успел съесть все, гарантированное исполнение желаний. Субтитры создавал DimaTorzok В год змеи на праздничном столе должно быть что-то необычное, так как змеи – любительницы роскоши и деликатесов. Поэтому овощные блюда не подходят. На праздничном столе должны присутствовать салаты, горячие закуски из кролика, зайца и птицы. Субтитры создавал DimaTorzok А также мы будем радовать вас новыми кулинарными шедеврами. Блюда будет символизировать год змеи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В год змеи напитки должны быть такими же привлекательными, слегка загадочными и слегка ядовитыми, как сама змея. Я бы порекомендовал в нашем ресторане насыщенное красное вино, насыщенный бренди 12-летней выдержки и, естественно, представленный только в нашем ресторане коктейль у Кузни. Субтитры создавал DimaTorzok Поздравляем всех с Новым Годом от ресторана Севернии! Мы ждем вас с Новым Годом! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом наша программа подошла к концу. Я поздравляю вас, дорогие телезрители, с Новым Годом! Желаю много любви, счастья, улыбок, света, добра и, конечно же, здоровья. И не забывайте, что мода – это всего лишь игра. И играйте в нее вместе с нами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова